Привет! Ты ничего не знаешь о любопытстве, потому что еще не посмотрел этот ролик. У нас тут животные, которые подсматривают друг за другом и за людьми, идут из любопытства на прометчивые поступки и расплачиваются за свою любознательность. Поехали! Большие кошки все равно остаются кошками. Только если домашние пытаются выяснить, что за зверь-робот-пылесос, то ребята вроде гепардов общаются с роботами покрупнее. Зоопарк в Сидней решил попробовать обогащать с их помощью среду животных. И вот что из этого вышло. Грозные хищники оказались не такими уж и смельчаками. Хотя, стоит признать, выглядит этот приятель от Boston Dynamics слегка жутковато. Когда в детстве с друзьями наконец-то нашли реально интересную игру, но слишком громко шумели. Не важно, что за привлекательная приманка пряталась в этих кустах, все равно она оказалась ловушкой. И как теперь доставать из грядки этот хвостатый овощ? Живешь себе такой в зоопарке, знаешь всяких львов, слонов, жирафов, и тут вдруг какой-то непонятный мелкий пришелец. Пришлось собрать целую делегацию, чтобы выяснить, что это за существо. Но, как видишь, без особых успехов. Впрочем, жаба вызвала у обезьян не меньше интерес. Эта штука прыгает и квакает. Как можно ее игнорировать? Неожиданное начало, не правда ли? Если ты еще не догадался, кто ведет съемку, то вот этот красавчик схватил установленную в зоопарке камеру и теперь выбирает идеальную позу для селфи. В итоге Горилла сняла целый документальный фильм, похвасталась зубами, показала свое семейство и даже оставила отпечаток на память. Получилось круче, чем у ребят из National Geographic. Есть такие ребята, у которых любопытство всегда оказывается сильнее страха, и они выкидывают разные глупости. Ну, как вот этот приятель. А все, твоя растяжка уже не спасет тебя, дружище. Придется немного освежиться. Признайся, ты ведь тоже не можешь оторвать взгляд от этого милахи-броненосца. Такая забавная походка, а этот пух... Неудивительно, что выдры преследуют такого пришельца буквально по пятам. Ну, а в этом случае любопытство сурикатов можно понять. Пумба, постоянный бесстрашный напарник, гуляет на поводке, как какой-то хороший мальчик. Хотя, ребята, чему вы удивляетесь? Вы же сами тусуетесь в зоопарке за стеклом. Так иногда хочется посмотреть, кто там шумит на улице. Главное, не провалить с позором свою шпионскую миссию. Приготовься, сейчас ты получишь уникальный опыт. Благодаря крушению этого дрона прямо рядом с пазмищем ты можешь почувствовать себя лилипутом, которым обнюхивает стадо любопытных коров. Слышал же, что излишнее любопытство часто заканчивается неприятностями? Вот тебе наглядный пример. Рыба решила поинтересоваться, кто это там так умело замаскировался и... Получай! Осьминог, похоже, вообще настоящий ванпанчмен подводного мира. Взгляни, как он осаждает тех, кто сует нос не в свои дела. У всех, кто чересчур любопытен, рано или поздно случается такая неловкая ситуация. Ты решаешь понаблюдать за кем-то через дырку в заборе, а оттуда на тебя смотрят в ответ. Приятель, мы, конечно, все понимаем, дома такого не увидишь, и тебя это зрелище ужас как привлекает. Но черт возьми, ты воюешь не в ту сторону. Кинкажу — это такой забавный звери с Центральной Южной Америки. Он довольно скрытный и редко сталкивается с людьми. Но если уж встреча состоялась, то ведет себя кинкажу совершенно бесцеремонно. Эй, а есть у тебя что-нибудь вкусное в кармане? Соседи ругаются на весь двор? Ну, тут даже пес не сможет устоять. Мы уже говорили, что некоторые животные вообще не в курсе о личных границах. Даже позагорать спокойно нельзя. Но вообще любопытство — это хорошее качество. Главное — направить его в правильное русло. Говорили же разные гении, что это первый ключ к новым открытиям. Вот и овца это подтверждает. Ну и что, что эти ребята в природе прекрасно знают друг друга? Ты вот тоже встречаешь собак едва ли не каждый день, но при виде очередного милого щенка рука сама тянется почесать за ухом. Дружище, у тебя еще есть время передумать. Этот парень не из тех, кто любит игры. Но вот, мы предупреждали. Теперь кому-то проходить реабилитацию от крабофобии. Кстати, на случай, если хочешь знать, чем закончилась история. Когда купил новый модный гаджет, ты случайно оставил его в комнате с младшим братом и его друзьями. Спокойно, спокойно, все в порядке. Это тоже любопытство. Вот так вот легко гиппопотам может позволить себе подойти к крокодилу и прихватить его за хвост. Хотя сам он еще совсем малыш. Нетрудно быть таким любознательным, когда за спиной у тебя такой родитель. Ты только взгляни на этот дивок. Что-то похожее на косточку оказалось живым и размахивает клешнями. Само собой, пес, мягко говоря, заинтересовался таким загадочным существом. Надо признать, рак достойно выдержал этот натиск. Кажется, мы знаем, у кого он учился в боевой стойке. Скажем честно, внезапно возникший перед домом огромный бассейн с шариками в перемешку с угощением вас бы тоже заинтересовал. Но до такого изумления, как у этих сурикатов, было бы все равно далеко. Ребята, это просто подарок на День Святого Патрика. Вообще, во многих крупных зоопарках смотрители экспериментируют со способами обогащения среды животных. В Торонто, например, этой птице-носорогу позволили прогуляться по магазину с игрушками и даже приготовили подарок. Правда, его больше заинтересовали бумажки из коробки. Впрочем, главное в этих экспериментах новые ощущения для питомца. Для большинства животных это одно из самых странных зрелищ. Даже умники вроде слонов сперва предлагают незнакомцу напротив поиграть, затем изучают зеркало со всех сторон, но так и не понимают, в чем подвох. А что насчет львов? Этот приятель почти сразу заподозрил, что здесь что-то не так. И в конце даже, похоже, обо всем догадался. Шимпанзе! Вот этих приятелей, пожалуй, не зря считает нашими родственниками. Взгляни, ты разве не так же настраиваешься на новый день перед зеркалом в ванной? Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал Брайн Тайм! Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего! Буйство природы и мира животных, шокирующие факты и неразгаданные тайны. Все это и многое другое вы найдете здесь! Подписывайтесь, не пожалеете! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»